Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коммент Бай. Сейчас я нахожусь в дачном кооперативе, а дачный кооператив вы знаете, сюда зимой холодно приезжать. Токазчик к нам обратился, а следующая проблема, он купил печку, чтобы мы помогли сделать дымоход. Когда у меня спрашивают, каким образом сделать нас одной либо приставной дымоход, конечно, я сторонник только приставных дымоходов, если есть возможность. Большая одна комната, и здесь больше ничего нету. Вот я сейчас вам по кругу проведу. Большая комната, вот эта лестница пошла на мансардный этаж. Все, это такой дачный вариант, но при этом здесь должно быть тепло. Это очень хорошо, потому что бывают такие большие-большие дома, в которых реально прогреться очень проблематично такими вот чугунными печками. Они используются как просто дополнительные, потому что еще везде висят конвектора. Здесь также можно конвектора использовать, ну буквально, когда вы приезжаете, час-полтора, чтобы быстро нагнать температуру. Это чугунная печка, чугунная печка Хана. Неплохая печка, я их где-то три штуки уже поставил, но ни одну не испытал, поэтому придет время, я, конечно, их испытаю. Вот это вот брус, брус с двадцаткой толщиной, и в этот угол будет ставиться печка. То есть мы сейчас поднимем какой-то участок трубы, потом завернем 90, также шиберную заслонку поставим и войдем вот сюда. Все это зашьется потом базальтовым картоном фольгированным. Я вам покажу, поставим профиля аккуратненько, брусы седают, поэтому есть маленькие технологические вопросы, на которые будем решать уже по мере выполнения работ. Еще раз напоминаю, это брус, это дерево, поэтому здесь пожаробезопасность на первом месте. Обязательно, изоляция, ни в коем случае чугун нельзя прислонять к дереву, ни в коем случае, никогда этого не делайте. Чугун просто отлично передает температуру, и снаружи у вас температура где-то будет 300-350 градусов, это нормально для чугуна. Поэтому если вы хотите, у вас конструктивно получает таким образом, что вы должны ее всуннуть прямо вовнутрь, тогда что вам необходимо сделать? Не чугунную печку выбрать, а выбрать печку с футеровкой, которая идет с керамической, либо шамотным кирпичом, где наружная температура стенки в районе 100 градусов держится. Вот на это обращайте внимание при выборе печи. На данном этапе что мы сделали? Мы поставили полностью профиля, 4 профиля. Обязательно мы потом еще поставим поперечные профиля, потому что это необходимо, нагрузка может быть разная. Если в таком исполнении, как есть, оставить, то есть минирить, просто прицепить, присверлить к профилям, да, будет стоять. Но с возможностью следующей проблемы, в этом месте стыковки будет излом у вас. И когда этот излом, то есть в разной плоскости будет, и выставить очень тяжело. Поэтому дополнительно вместе с стыковки, еще дополнительность пойдет 4 поперечных профиля. Везде использовали базальтовое волокно, для чего оно нужно? Это базальтовое волокно, я хочу сказать, что это иглопробивное базальтовое волокно. Оно отличается от обычного тизоловского. Сейчас я покажу и сравню, как оно выглядит, чтобы вы понимали разницу. Потому что это волокно, оно, этот картон в два раза дороже, чем стандартный тизоловский 1200 на 600 с толщиной 5, либо 10 миллиметров. И вот, чтобы вы понимали разницу, вот это вот базальтовое волокно, которым я сейчас изолирую, вот это вот, ну, буквально шестерка, она, как видите, отличается. И вот это. Это, по-моему, 8 миллиметров. Она с фольгой, вот это вот легко рвется. Видите, у него тоже есть назначение, хороший базальтовый картон, у меня к нему вопросов нет. Это не самый худший, потому что есть базальтовый картон, который так вот в руку берешь, он уже просвечивается и вот прямо разваливается в руке. Этот вы вот так вот полностью не порвете. Он очень удобный. Я его сейчас очень активно использую на своих объектах, ну, потому что у него очень много, много плюсов. Еще раз напоминаю, температура самой печи 250-350 градусов, это нормальная температура. Поэтому обязательно везде базальт, потом получается воздушная подушка и потом за этим уже мини-рит. А мини-рит, как уже заказчик захочет, захочет биткой делать, пожалуйста, захочет покрасить, пожалуйста. Может быть, в таком виде оставить, потому что у меня очень много объектов, которые я знаю, оставляют в таком же виде. Потом через 3-4 года приезжаешь, вот как стоят, так стоят, ну, потому что нормально смотрится и вопросов нету, и при этом затраты, не надо затрачивать денежные средства для того, чтобы довести до ума. Фотографии вы можете увидеть на моем канале в Инстаграм, либо на Фейсбук. Фоторепортаж, как правило, я введу в Инстаграме. В Фейсбук немножко там другое направление, но в Инстаграме вы вот этот объект увидите рано или поздно. Потому что видео, у меня сначала выходит видео, а потом через несколько недель выходит уже фотографии по объектам. Сейчас мы уже на стадии завершения отделки именно противопожарного элемента, который находится в угла, то есть противопожарного угла. Что мы сделали? Мы, конечно, все зашили, зашили все мини-риты. Но я хочу сейчас вернуться к вопросу, к больному вопросу, которому уделяет огромное количество ютуберы, блогеры, строители. В своих видео это противопожарный элемент, это проход через, в нашем случае это через стенку. Такой же мы используем и через потолок. К каждому объекту свой индивидуальный подход. Я надеюсь, что у меня будет больше времени, что я буду проводить тесты именно по противопожарным узлам, но это все попозже. Я хочу развеять очень много мифов по ним, потому что очень-очень много по ним вопросов. Закончили мы монтаж дымохода, закончили мы установку печи на штатное место, закончили мы изоляцию стены. К сожалению, я не могу вам показать улицу, как мы сделали на улице. Минус зимы это не мороз, а минус зимы то, что рано очень темнеет. И хорошие кадры, хорошие объекты. У меня много объектов, которые я просто не могу показать, потому что не успеваем. Мы закончим там до 6 часов вечера. А после 6 часов уже, к сожалению, темно. Громное внимание уделяется теплоизоляции, термоизоляции именно в боковых стенах, в угол. Потому что у меня бывает, когда люди просто от незнания чугунную печку прислоняют вплотную к стенке, практически 10-15 см оставляют, и происходит просто возгорание и тление. Ни в коем случае. Поэтому здесь, вот в этих местах, что мы сделали? Базальт один слой, профиль. И за профилем потом ставится уже минерит. Это оригинальный минерит, это не флама, это не стекломагнезит. Если у вас стоит выбор взять между стекломагнезитом и минеритом, берите минерит. Он не так впитывает себя влагу. Все. Ну и, конечно, воздушная подуша, которая еще остается. Воздух. Это тоже изолятор, не надо забывать. Установили печку пламень Гана. Хана, Гана, Хана. И внизу также не забывайте еще об одной вещь. Перед печкой должен быть обязательно установлен притопочный лист. Ну и здесь так получилось, что лист, он же основание, под печку, который служит и притопочным. Размер идеально получился. Заказчик купил его изначально отмечки с печкой. Ну и в итоге мы получили идеальный результат. По притопочным листам бывает очень много нюансов. Но здесь просто сечение обстоятельств нам повезло. Ну и также под этим листом лежит еще базальт-вакатон. Именно вот в этом месте под печкой. Все. Вот эти вот стерочки сейчас здесь 22 сантиметра до одного края и до второго. Это безопасное расстояние. Держитесь в районе 20-25 сантиметров. В конце, конечно, мы 25 сантиметров поставили. Сильверную заслоночку, я считаю, что она должна быть. Угол 90 регулируемый и при этом здесь прочистка. То есть, если надо прочистить горизонтальный участок, вот эти два винтика откручиваются, прочищается горизонтальный участок и какой-то под 45 градусов. Потому что здесь резко шла через 45 градусов по тройни. И дальше кольцо уплотнение. Насадка нижняя. Кольцо уплотнения закрываем все монтажные отверстия. Все. Вот это работа. Ну, мне она реально доставляет удовольствие. И она реально красива. Поэтому здесь нижняя веки нет. Одно из условий снова же заказчика было, чтобы я сделал именно в черном цвете. Ну, и здесь мы сделали все в черном цвете, так как просил заказчика. Это реально будет красиво. И теперь, когда заказчик будет приезжать на дачу в межсезон. Сейчас зима, сейчас февраль, минусовая температура. И легко протапливать, потому что дом небольшой. Протопить это в течение здесь трех часов здесь будет реально комфортно. Плюс еще на второй этаж какое-то тепло будет уходить. Еще один немаловажный фактор, который необходимо учитывать при выборе печи, когда у вас небольшие дома, это форма печи. Вот здесь форма печи, то, что она вытянута вверх, это идеально. Потому что если мы возьмем у пламени, например, есть Тэна, да, очень популярная печка, очень эффективная, но мне она нравится. Если мы ее вытащим по углам, то есть она сюда выйдет еще больше. И плюс, с точки зрения пожарной безопасности, расстояние все равно должно придерживаться 20-25 сантиметров в той стенке, которая у нас есть, потому что она сейчас здесь 22 сантиметра. И когда вы это пламя начнете вытаскивать, она широкая, понимаете, она еще выйдет сюда в комнату. То есть она бы закончилась где-то примерно вот здесь. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому здесь очень многое зависит от продавцов, с которыми вы общаетесь, в магазин, в который вы приходите. Кто-то скажет, потому что у него есть на складе печки одной модели широкой, и все, он будет продавать, потому что ему надо возвратить свои деньги, либо продавцу, либо владельцу магазина. А кто-то, кто нормально относится к этому, кто-то профессионал, который дорожит своим именем, он не будет вам просто продавать печку, чтобы сделать свою валовую выручку. Нет. Поэтому и здесь очень хорошо продавцы подобрали, именно то, что и вытянули вверх. Это, конечно, уважение, и то, что люди с большим опытом могут и обращают на это внимание. Все, что вы видите здесь, кроме самой печи, вы можете у меня приобрести. Если я в регионы доставляю продукцию, да, когда мне говорят, Дмитрий, посчитай, полностью комплект дымохода, я, конечно, считаю и отправляю. С вами был Дмитрий Михайлов, Comment Buy. Подписывайтесь на мой канал, заказывайте мне монтаж дымоходов. Всем хорошего настроения, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok